На площадь Победы во Владимире привезли военную технику. Два танка Т-80 и Т-72, боевую машину поддержки пехоты, настоящую пушку в рейон Великой Отечественной войны и еще три специально подготовленных автомобиля от регионального управления МЧС. Военные машины на площадь Победы доставили в выходные. Танки привезли на грузовых тягачах. Чтобы не повредить асфальтовое покрытие, Т-72 и Т-80 с прицепов съезжали по автомобильным покрышкам. Операция по установке военной техники прошла успешно. Она достаточно внушительна, достаточно внушительна, должен сказать. Слава Богу, есть надежда на защиту. Дети же, они всегда стремятся что-то посмотреть, потрогать. Ну и вообще новизна для них. Я очень рада, что я могу хоть своим детям показать, привлечь их к такому большому, огромному празднику, как 9 мая, потому что надо, на самом деле, эти традиции передавать с поколения в поколение. На самом деле мы не отсюда, мы из Москвы сюда приехали специально, потому что знаем, что каждый год здесь оставляется техника, на которую могут мои дети полазить. Мы первый раз пришли малыша показать ему всю технику. Как видите, он в восторге, мы не можем его просто снять. Сами мы регулярно, каждый год приходим смотреть и, конечно, ждем 9 мая, чтобы прийти посмотреть парад. Это восторг вызывает от того, что просто в нашей стране есть такая техника и очень приятно на все это смотреть со стороны. Стоянка возле Владимирского областного суда каждый год в преддверии Дня Победы становится одной из главных площадок для демонстрации военной техники. И здесь на нее можно не только посмотреть, а разряжаться и все потрогать, полазить и разузнать. Ну и сделать несколько эффектных селфи. И родители, и дети с удовольствием этим занимаются. Посмотреть военную технику приводят даже малыши из детских садов. У детей шквал эмоций возникает рассматривание техники военной. Это отличительное от того, что мы видим на картинках, книгах и раскрасках. Здесь можно внимательно рассмотреть, ощутить масштабы техники военной. Поэтому с большим удовольствием мы сегодня привели сюда детей. Ребята в восторге, потому что в обычной жизни мы, конечно, такую технику не видим. И навряд ли родители выводят их куда-то, потому что техника, конечно, вся по воинским частям стоит. Ура! Прийти и посмотреть на военную технику можно в любое время, даже ночью до 9 мая включительно. Борис Пучков, Стас Трегубов, губерния 33.